МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Ныне. Коротко о некоторых темах дня. Заботьтесь о своем здоровье. Пройти обследование и получить рекомендации Ахтубинцы могут в Центре здоровья, сотрудники которого регулярно выезжают и в села района. Развод на девочку. На Ахтубинских дорогах новый вид мошенничества. В качестве приманки злоумышленники используют детей. Знай наших, Альберт Гумаров, воспитанник Ахтубинского гандбола, успешно выступил на чемпионате мира в Тбилиси, забив 30 голов. Готовить вкусно, подать красиво умеют ребята, посещающие летнюю площадку при районном Доме культуры. Своё умение они продемонстрировали на традиционном конкурсе кулинарный поединок. И обо всём этом и не только подробнее. С целью формирования здорового образа жизни у населения, предупреждения заболеваний и своевременного их выявления. Сотрудники Центра здоровья Ахтубинской районной больницы выезжают в село района. 18 августа в поликлинике села Болхуны развернулась мобильная лаборатория. Подробности у Елены Печенко. Ахтубинский район первый среди районов Астраханской области обзавелся медицинским учреждением нового формата. В этом центре не лечат от серьёзных заболеваний. Сюда не приходят, когда болезнь одолела настолько, что стала совсем не в моготу. Здесь ждут пациентов, решивших избавиться от вредных привычек и пристраститься к здоровому образу жизни. Чтобы такая возможность была и у сельчан, сотрудники Центра приезжают к ним и проводят обследование. Это измерение артериального давления, определение концентрации сахара в крови, проведение скрининга сердца на кардиовизоре. Аппарат называется кардиовизор. Он предназначен для выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Это вот как кардиограмма сердца делается, только у нас электроды накладываются на ручки и на ножки, на запястье. Помимо кардиовизора у нас на выезд есть еще аппарат Интакт. Он делает 76 параметров анализа крови. И причем эти показатели, они очень чувствительные. Прежде чем пройти обследование, пациент не должен минимум 4 часа курить и 72 часа не употреблять спиртные напитки. Приходить на обследование натощак. Здесь показатели формулы крови, красной крови, показывается электролитный обмен плазмы крови, свертывающая система, полностью ферментная система, ЛТ, АСТ, билирубиновый обмен, обмен кислорода, транспортная система и биохимия крови. Что еще это позволяет? Кровоток. Кровоток кожи, миокарда, скелетных мышц. То есть и дополнительные параметры. Это кислотность желудочного сока, базальное давление сфинтроводия. И хочется отметить, что если это мужчина, то мы выявляем повышенные показатели ПСА, простат специфического антигена. К сожалению, все это подтверждается. Это и аденомо-предстательные железы, и воспалительные заболевания. Люди ходят, обследуются, подтверждаются наши результаты. С данными исследований пациенты приходят к врачу-терапевту на консультацию. Врач центра, тщательно изучив результаты каждого обратившегося, проводит индивидуальные беседы и дает рекомендации по сохранению и укреплению здоровья. Выявляем патологию, причем патологию, о которой они даже не состояли на диспансерном учете. Даем рекомендации, направляем на дальнейшее обследование к узким специалистам. В селе медицинскому десанту только рады. За день его пребывания обследования прошли 26 человек. Главврач участковой Болхунской больницы Татьяна Сайкина говорит, что результаты обследования будут вклеены в карточки пациентов и пригодятся для лечения недугов. Все эти процедуры проводятся бесплатно. В наличии надо иметь лишь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Еще каждую пятницу в Болхуны приезжает зубной врач. Зульфия Идрисова практикует здесь уже второй год и утверждает, что в день приема ее кабинет никогда не пустует. Пациенты всегда есть, потому что приезжаешь, уже очередь сидит. Такого же пациентов не было, не бывает. По крайней мере, я второй год работаю, но не было такого, чтобы не было пациентов. Дорогие пломбы из композитных материалов на селе популярностью не пользуются, не позволяет низкий материальный достаток. Так что сельчанам ставят так называемые бесплатные пломбы. Как говорит доктор, возни с ними гораздо больше, но ничего, стоят и спасают зубы населения от кариеса. Елена Петченко, Виталий Просочкин, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ. Ну а мы продолжаем выпуск. Шумят соседи посреди ночи или слишком громко играет музыка. Все это нарушает общественный порядок и определяется законом, как мелкое хулиганство. Столкнувшись с подобным дискомфортом, ахтубинцы могут обратиться в полицию. К нарушителям будут применены административные санкции. От штрафа в 200 рублей до ареста на 15 суток. Но это касается в основном расшумевшихся соседей. А вот если свой режим нарушает кафе, то жаловаться можно и в областное управление Роспотребнадзора. Тогда физическим лицам, нарушившим закон, грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а юридическим до 30 тысяч. Недавно в Госдуму внесен законопроект, предлагающий штрафовать за нарушение тишины и покоя с 22 часов до 6 утра. Нарушениями в указанное время будут считаться игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ и иные действия, которые сопровождаются громкими звуками и нарушают покой граждан. Авторы проекта предлагают штрафовать нарушителей граждан на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, должностных лиц от 3 до 5 тысяч, юрлиц от 30 до 50 тысяч рублей. И в продолжение темы о действиях, нарушающих покой и тишину. Жители многоквартирного дома по улице Сталинградской недовольны своим соседством с частным сектором. Спать им мешает пожилая женщина, проживающая в частном доме. Ахтубинцы жалуются, шумная соседка встает ни в свет ни заря и начинает греметь железными ведрами. Однако шум, будоражащий жителей пятого дома по улице Сталинградской, далеко не единственная причина возмущения. На любительской съемке, которой с нами поделился местный житель, видно. До наступления рассвета, приблизительно в 5 часов утра, с цельной стороны девятиэтажки разворачивается настоящее огненное шоу. Женщина наводит чистоту, сжигая скопившийся на своем участке мусор. Все бы ничего, говорит очевидец, если бы не запах гари, который накрывает его по ночам и вызывает приступы удушья. Опасается он и за соседние дома. Ведь ветер, который в последнее время достигает около 8 метров в секунду, может сыграть с ними злую шутку. Борец за чистый воздух интересуется, насколько правомерны такие действия бабушки. Итак, запрещается разведение костров, сжигание травы, кустарников, мусора и отходов в населенных пунктах на территориях домовладений, прописано в правилах благоустройства района. В правилах противопожарного режима в Российской Федерации говорится также в период устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды, а также приведение особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на предприятиях вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок. Существует также еще и федеральный закон об охране атмосферного воздуха, где говорится, хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организации и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздухоотходов, производства и потребления, в том числе дурно пахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды. Так что, если решить вопрос о костре, мирным путем не удалось, необходимо вызвать полицию, пожарных и административно-технических инспекторов. И в продолжение темы о стихии огня. В Астраханской области продолжается режим чрезвычайной пожароопасности. В Ахтубинском районе она до сих пор держится на уровне пятого класса. Сложные погодные условия становятся причиной ландшафтных пожаров. На минувшей неделе сильное возгорание сухой растительности были зафиксированы на территории природного парка, а также Богдинско-Баскунчакского заповедника. По словам директора охраняемого комплекса Станислава Глаголева огонь бушевал на 400 гектарах земли. В его тушении задействовали три единицы техники. Участвовали местные пожарные. Работники заповедника также использовали собственную технику, трактор и малый пожарный комплекс. В период аномальной жары в Астраханском регионе при Волжской магистрали особое внимание уделяется подвозу воды на станции с помощью специального водяного поезда. В составе поезда семь цистерн. Водой из них наполняют эзервуары на тех станциях, где нет собственного водоснабжения. На станции Капустин-Яр необычный поезд встречала Татьяна Фомина. Этот колодец служит исправно до сих пор, хотя и был построен в середине прошлого века. Конструкция проста. Железная цистерна, механический насос и слив. Чтобы пошла вода, нужно приложить усилия. Вместимость данного колодца девять кубов. Два раза в год сюда приезжают работники дирекции тепловодоснабжения, моют, замывают колодец, хлорируют воду, как бы составляется акт, чтобы вода была нормального качества, пригодная для питья и для служебно-технических нужд. На станции Покровка колодец полон. Недавно здесь проходил водяной состав. Он курсирует согласно графику от Приволжской дирекции Управления движения. Маршрут предполагает несколько направлений. Астрахань-Верхний Баскунчак, Верхний Баскунчак-Заплавное и другие. Водяной, так поезд, называют железнодорожники. Его задача наполнить водой специальные резервуары на тех станциях, где нет собственного водоснабжения. В их числе Капустин-Яр. В составе поезда семь цистерн, емкость около 60 кубометров и пассажирский вагон для перевозки персонала и технологического оборудования. Рабочие подстыковывают к цистерне плотный шланг, к нему крепят специальный длинный рукав, по нему вода бежит прямо в колодцы. Астраханский регион это самый жаркий из трех регионов Приволжской железной дороги. Соответственно, для всего живого, так же, как и для людей, вода необходима. Это самое основное, что должно присутствовать. Поэтому станция имеет довольно-таки большую площадь зеленых насаждений. Поэтому организация водяного поезда предназначена для того, чтобы во время перерывов с центральным водоснабжением организовывать существование нашей станции для полива, для остальных технических нужд, для нужд работников станции. В летний период высокая пожароопасность, поэтому запас стратегический для таких случаев, он всегда должен быть на станции. Поэтому мы эту воду также можем использовать и для тушения, для локализации какого-то пожара. Благоустройство территории, прилегающей к станции, это важно. Так и работает легче. И тем, кто проезжает мимо, приятно. С виду деревенский колодец. На самом деле обычная водоколонка. Красоту работники дороги наводят сами. Ручку крутим, воды нет. На этом месте была водоразборная колонка. Вид был не очень такой презентабельный. Тем более, когда подходили воинские эшелоны, разбор воды, тут лужа, грязь. Поэтому руководством было задание немножко облагородить место. Ребята призадумались, что можно сделать. И сделали вот такую стилизацию под старинный колодец. Резервуары наполнены, пора напоить водой все живое. Цветы, деревья, кустарники. Для этого используют электрический насос. Мини-фонтанчики газоном в помощь. Они разбрызгивают воду, и та переливается на солнце всеми цветами радуги. Станция посреди засушливой степи словно оазис. Ну а составу пора спешить дальше. За 7 месяцев текущего года на станции Астраханского региона Приволжской железной дороги водяным поездом было доставлено более 6 тысяч кубических метров воды. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Евгений Еловенко. Ахтубинск ТВ. Идем далее. Действительно ли девочке нужна была помощь, или на Ахтубинских дорогах появился новый вид мошенничества? В социальной сети в одной из групп мужчина рассказал Ахтубинцам об одной сомнительной, как он считает, ситуации, которая случилась с ним на днях. Автор текста рассказывает, после работы он решил заехать в один из магазинов, по возвращению с которого к нему подбежала девочка 12 и 14 лет, растрепанная на руках синяки. Чуть ли не плача, она попросила мужчину довезти ее домой, однако тот отказался сопровождать ребенка на своей машине, предложив взамен вызвать ей такси. Повестующий объясняет, данной ситуацией его смутила стоявшая рядом с ними тонированная машина, на которую девочка периодически оглядывалась. По предположению наблюдательного очевидца, произошедшее с ним не что иное, как усовершенствованная мошенническая схема. Если бы он решился помочь ребенку и девочка все-таки села к нему, преступники непременно бы обвинили его в педофилии. И чтобы заявление не попало в полицию, они бы запросили денег за молчание. Но на этом история не закончилась. Через некоторое время девочке удалось сесть в другую машину. Авто с сомнительными пассажирами, с визгом помчалось за ними, сообщает автор рассказа, пожелавший остаться анонимным. Отметим, что подобные случаи мошенничества имели место быть и в других областях. Аналогичные происшествия происходили в Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге. Еще об одном инциденте с участием подростков. Все-таки в лучшую сторону для хозяйки магазина одежды и ее молодых посетительниц обернулась ситуация с недавней кражей. В прошлом выпуске новостей мы рассказывали, как в магазине, расположенном в районе Хитрого рынка, пропало платье. За несколько минут до этого в бутик заходили три девушки и подростка. 13 и 15 лет, пояснила предприниматель. И вскоре она хватилась платья. И не только. Исчезли также аксессуары, прилагающиеся к верхней одежде. После инцидента в этот же день Безуслован разместила в социальной сети обращение к молодежи с просьбой вернуть похищенные вещи в магазин. Так сказать, по-хорошему. Иначе, записями камер видеонаблюдения она будет вынуждена обратиться в полицию. Обошлось без заявления в правоохранительные органы. На следующий день украденное платье с украшением вернулась владелица магазина. Ей его принес гонец по поручению юных похитительниц. Прийти в магазин с повинной лично они не пожелали. И переходим к спортивным новостям. С 8 по 20 августа в Тбилиси проходил юношеский чемпионат мира по гонболу среди игроков до 19 лет. В составе российской сборной в этом году играл воспитанник Ахтубинского гонбола Гумаров Альберт который внес большой вклад в победу российской команды забив в ворота противника 30 мячей. Сегодня в 5 часов утра Альберт вернулся в родной город. Валерий Слав Лихвай встретился с нашим героем. Город еще спал когда юные гонболисты команды Авиатор развернули на привокзальной площади флаги России Ахтубинска и государственного летно-испытательного центра имени Валерия Павловича Чкалова. Ребята приготовились к встрече бывшего игрока команды Авиатор Альберта Гумарова. Второй год играющего в юношеской сборной команде России. Первую игру россияне провели 8 августа с Испанией и выиграли со счетом 20-32. 11 августа обыграли команду гонболистов из Словении со счетом 21-26. Тунису уступили всего один мяч 30-31. Успешно россияне провели игру и с португальцами забив их в ворота 33 мяча. И что главное наш земляк Альберт Гумаров играл во всех 8 матчах под номером 30 символизирующим Астраханский регион и забил 30 мячей став одним из лучших бомбардиров чемпионата. Сборная России заняла 6 место уступил незначительно командам из Сербии Кореи Дании Португалии Встреча на автовокзале для Альберта была большим сюрпризом Разволновался и слов не нашел что сказать Радостные моменты конечно испытывали в этот как говорится день в это раннее утро переживали очень за сбор России и приятно что Альберт у нас вернулся хороший результат достойный показали Надеюсь что вот эти ребята которые сейчас здесь находятся будут брать с Альберта пример и также будут стремиться покорять как говорится мировые высоты заслуженный тренер России Виктор Вяхерев приехал в Ахтубинск из Москвы чтобы провести серию мастер-классов с гонболистами команды авиатор впервые в истории Россия молодежь стали шестыми но это уже достижение это уже плюс это самый лучший пока результат и к другим темам приготовить хотя бы самые простые блюда умения которые пригодятся в жизни каждому и хорошо если такие навыки человек получает еще в детстве в игровой доступной форме например многие юные Ахтубинцы посещающие летнюю детскую площадку при районном доме культуры готовить умеют и с удовольствием демонстрируют свои таланты на традиционном кулинарном поединке Татьяна Заяц продолжит это ежегодное мероприятие дети ожидали с нетерпением участники с надеждой на первое место зрители с желанием отведать новые необыкновенно вкусные блюда конкурс по традиции проводился по трем видам блюд закуска, бутерброд и десерт между собой соревновались пять команд со вкусными названиями вишенки, мармеладки сластены, поварята а также необычный мужской дуэт спагетти по сигналу руководителя детской площадки Лидии Синчук команды одновременно приступили к приготовлению конкурсных блюд пока участники готовили свои кулинарные шедевры зрители тоже не скучали для них ведущие провели интересную игровую программу дети отвечали на вопросы кулинарной викторины вместе отгадывали кроссворд участвовали в эстафетах и разминались под звуки веселой танцевальной музыки наконец настал самый волнующий момент оценка блюд участники конкурса спешили навести порядок на рабочих местах и сделать последние штрихи в декорировании своих кулинарных шедевров в роли экспертов оценивающих блюда выступили менеджер культурно-досуговой деятельности Влада Шевченко и экскурсовод районного историко-кровеческого музея Кристина Лихварь дегустируя закуски бутерброды и десерты им пришлось сделать непростой выбор ведь все участники в той или иной степени показали себя настоящими мастерами поварского дела и вкус блюд и их оформление заслуживали самых наивысших оценок кроме того на каждом столе присутствовало красочное меню с названиями и описаниями блюд все участники потрудились на славу каждая из команд удостоилась признания жюри в виде дипломов первой, второй и третьей степени в номинациях вкус бутербродов оригинальной закуски и оформления десерта а после завершения торжественной части ребят ожидал настоящий пир конкурсные работы в считанные минуты исчезли со столов подкрепив силы участников и гостей праздника Татьяна Заяц Александр Рыбало Ахтубинск ТВ и завершение выпуска об отдыхе последний месяц лета Ахтубинцы проводят по-разному кто-то предпочитает пассивный досуг другие активный в числе гиперактивного отдыхающего активист Максим Ильин выходные он проводит вместе со своей семьей и друзьями которые тоже придерживаются здорового образа жизни отчет своего совместного времяпровождения они еженедельно выкладывают в социальные сети на фото и видеоматериалах можно увидеть как спортсмены занимаются скалолазанием по водонапорной 23-метровой башне ловят равновесие при ходьбе по слэк-лайнеру совершают забеги по горе Багдо и парят над водой в поисках адреналина Пошел! Кстати, главный герой спортивного движения в нашем городе Максим Ильин скоро станет еще и героем программы Наши люди А у меня на этом все новости Будьте в курсе событий города-района вместе с Ахтубинс ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин